Всем привет! С вами Виктор Тарануха, в эфире легендарные новости! Начинаем! Советую смотреть до конца, ведь там я расскажу про розыгрыш скинов. Не пропусти! Последние три года главным геймдизайнером Лиги, это тот человек, который отвечает за баланс игры, был Марк Йеттер. Но весной он ушел работать на Дэмэму Райет, а летом на его позицию пришел Дживон Ситху. Однако он проработал всего несколько месяцев, и его последним патчем стало 11.19, на котором прошли Ворлдс. А после он объявил об уходе на новый проект. И вот спустя пару месяцев стало известно, что освободившуюся позицию займет Мэтт Люнг Харрисон. Сам он играет на уровне Даймонда и ведет небольшой обучающий канал с приятно оформленными видео. Что ж, надеемся Мэтт станет хорошим лидером команды Баланса и порадует игроков удачными решениями. На тестовом сервере появилось новое изменение телепорта, вокруг которого разгорелась жаркая дискуссия. Ведь оно рискует еще сильнее изолировать топеров. Суть изменения сводится к тому, что умение делится на две фазы. Первая до 14 минуты, то есть до падения пластин. В этот период перезарядка телепорта составляет 360 секунд, это 6 минут. И его можно использовать только на башне, после 14 минут. Функционал телепорта расширяется до привычного формата, позволяя использовать умения на миньонов и ворды. А также заметно сокращает время перезарядки до 270 секунд. Это 4,5 минуты. Итак, на что это может повлиять? Во-первых, это скажется на контроле волн миньонов. Нельзя будет останавливать вражеский пуш, защитив одного миньона, на которого применен ТП, что увеличит влияние ранних убийств. Во-вторых, это микронерв Зака. Ведь в Верли Гейме его не получится спасти во время распада на 4 капельки. И в-третьих, исчезнут ранние телепорты на бот, которые многие очень не любят. Но этот мув не какая-то имба, это требует подготовки от всех участников и имеет свои риски для топера. А противники могут эффективно противодействовать этому, уничтожая глубокие ворды или сбивая каст телепортации. Все это добавляет гибкости и разнообразия игровому процессу. Удаление же такой опции упростит игровой процесс. А хорошо это или плохо, предлагаем ответить вам в комментариях. Хотя, отметим еще один аспект. Несмотря на стратегическое оказуаливание, новые переменные в работе умения усложнят освоение игры для новичков, сделав принцип работы менее очевидным. И таких моментов в игре немало. Да, они справляются с поставленной задачей, но сильно запутывают тех, кто только начинает играть. Так что это тоже интересный момент для обсуждения. В следующем патче Жанну может ждать небольшой реворк. В рамках этого обновления разработчики планируют упростить чемпиона, убрав две механики. Усиление атак от скорости передвижения и ускорение отката щита за применение контроля. Чтобы частично компенсировать это, ей поднимут базовые показатели урона и отката щита. Но сниженный рейндж автоатаки склонит чемпиона к более пассивной игре. Также Жанне хотят увеличить урон заряженного Вихря Ветра. Правда, Вихрь чаще всего используется вплотную к противнику, чтобы сбить какой-нибудь каст или защитить своего керри. Так что этот баф выглядит спорным и рискует породить соло-лейн Жанну. И даже если в конечном итоге чемпион станет сильнее, на наш взгляд он не станет интереснее. Riot решили переосмыслить подход к начислению очков за выполнение квестов во время различных событий. Зачастую в них есть задачи вроде выиграть 3 игры или сыграть 10 матчей. Но в одном случае могут быть игры по 15 минут, а в другом потные катки переваливающие за 40. Чтобы сгладить эту разницу, разработчики решили выдавать очки за проведенное в игре время. Таким образом, в PvP играх будут давать по 4 очка за минуту и по 6 очков в случае победного результата. Также будут давать очки за игру в TFT и в битвах с ботами, но заметно меньше. Возможно, такая система будет менее ясной, но точно более справедливой. Мы все гадали, появится ли кто-нибудь в игре из новых персонажей Аркейн. И вот, свершилось! Разработчики добавят силка. Правда, есть один нюанс. Добавят его в качестве чемпиона Teamfight Tactics. Произойдет это в феврале, с выходом обновления середины сезона Чудеса Прогресса. Силка станет первым уникальным бойцом, созданным для TFT. Его умения пока неизвестны, но Riot отметили, что он останется мастером манипуляции. И эта фраза любопытно перекликается с текстом анонса нового саппорта Лиги. Однако мы до сих пор уверены, что им станет Карина Вираза, химбаронесса, которая может занять место силка на политической карте Зауна. Тем более, один из разработчиков Rift 3 заверил, что новые чемпионы будут не из числа персонажей Аркейн. Хотя допустил возможность их появления в будущем. Еще одним претендентом на роль будущего чемпиона Лиги стал некий персонаж, которого можно разглядеть на иконках предметов. Космический ускоритель в предсезоне дополнил новый мифик под названием Вечный Покров. Совместив два предмета, можно понять, что это часть единой картины. Тут мы видим некую сущность, которая напоминает Фалраэра. Одного из самых знаменитых и проработанных фанатских концептов чемпионов, который принадлежит к фракции Бездны. А учитывая, что Riot недавно выпустили рассказ про Мальзахара и одним из следующих чемпионов станет Лесник из подземных глубин, можно предположить, что после Пилтовера и Зауна фокус сместится в сторону Бездны. Друзья, есть две новости. Одна хорошая, а вторая офигенная. С какой начать? Давайте с офигенной. 15 декабря я приглашаю вас на мой день рождения. Мы с командой проведем праздничный стрим на этом канале в эту среду в 18.00. Пообщаемся, поотвечаем на ваши вопросы, поиграем в лигу и, конечно же, повскрываем подарки. А теперь вторая новость. На моем канале вышел очень занимательный анализ легендарного аниме, выросшего из хентая. Речь, конечно, о Хелсинге. В общем, без лишних слов рекомендую к просмотру. Кстати, нас там уже почти 10 тысяч, может успеем вырасти до нового года. В общем, ссылочка в описании. Внимание всем, у кого завалялись очки престижа. Скоро они будут ликвидированы, поскольку в следующем году Riot планирует переосмыслить систему получения престижных образов. В связи с этим они открыли доступ ко всем старым престижкам до 15 марта 2022 года. После очки престижа будут списаны. Получить последнюю порцию золотой валюты можно будет во время первого события следующего года. В будущем все еще будет возможность заполучить старые престижки, но методы их получения пока неизвестны. В честь десятилетия с момента выхода Ари, корейское отделение Riot выпустили анимацию, посвященную этому чемпиону. Сама по себе Ари отсылается к японской и корейской мифологии. Именно поэтому в этих странах у игроков особое отношение к ней. Тем более, что в игре есть несколько тематических скинов. Ну и так, к слову. Ари долгое время была самым популярным персонажем Лиги в среде художников. Особенно среди... Художников правила 34. На соответствующем сайте было насчитано более 7 тысяч пикантных изображений Ари. На втором и третьем месте Джинкс и Сона, которые значительно уступили лидеру списка. Как итог, в честь десятилетия Ари обновили сплэш-арт династического образа. А в следующем патче сплэш-арт обновят на образе готической Энни. Помимо этого, в следующем патче появятся три новых скина. Дух леса Рэксай и дух леса Гнар. А также еще один образ из Аркейн. И речь про поджигателя Экка. Очевидно, его придержали для того, чтобы не спойлерить сюжет третьей главы. Сам по себе скин получился интересным. И имеет больше отличий от классического образа, чем остальные коллеги по Аркейну. Однако в сообществе возникло негодование по поводу двух моментов. Первый связан с ценой. Образ стоит 1350 рп. Что подразумевает обновление модельки, анимации, эффектов умений и звукового ряда. Все это присутствует в новом образе, за исключением последнего пункта. В образе использованы звуки и голос классического Экка. По этой причине игроки опасаются, что в будущем Райет начнут халтурить и нарушать свои правила ценообразования новых образов. Второй момент, который взволновал комьюнити. Отсутствие возможности надеть маску. Ее Экка применяет лишь во время рекола. А тем временем, маска является важным элементом в образе поджигателя. И на этом события, связанные со скином Экка, не заканчиваются. Сразу после анонса новых образов, Никола Лорангин, директор Райет, написал, что от продаж скина будет зависеть бюджет второго сезона Аркейн. Как думаете, что это? Обычная шутка, чтобы привлечь внимание к новому скинчику? Или намек на то, что Райет тяжело в одиночку тянуть такой проект, как Аркейн? Хотя не думаю, что привлечение инвестиций для следующего сезона может стать проблемой, учитывая успех дебютного сезона киновселенной Рунтеры. Как вариант, можно обратиться к Илону Маску, который в октябре был назван самым богатым человеком в мире по версии Форбс. Это имеет смысл, ведь Маск явно оказался неравнодушным к Аркейн, учитывая резонансную публикацию Джинкс в своем твиттере. Однако каких-то дополнительных комментариев на этот счет он не дал. А вот подробнее о своем отношении к Аркейн написал Хидео Кодзима, который ранее сделал похожую публикацию в своем инстаграме. Хидео сказал, что все 9 эпизодов были потрясающими, и какое-то время он не сможет смотреть другую анимацию. Также Кодзима назвал божественной сценой с 6 эпизода, где Джинкс зажгла сигнальный огонь, и отметил великолепный трек Вудкида, который звучал в этот момент. На днях прошло крупное событие игровой индустрии. The Game Awards 2021, где выбирали лучших из лучших, презентовали трейлеры новых игр и развлекали зрителей крутыми выступлениями. Среди исполнителей были Imagine Dragons и J.I.D. с трекоменами, а также Стинг, исполнивший What Could Have Been из финальной сцены Аркейн. Аккомпанимировали ему скрипач Рэй Чен, у которого было даже свое камео в сериале. По итогу, Лига Легенд победила в номинации «Киберспортивная игра года». World's 2021 в номинации «Киберспортивное событие года», а корейского тренера Кому признали лучшим тренером года. Причем конкуренцию ему составили трое тренеров из СНГ. На канале Riot Games Music вышло второе двухчасовое видео из серии Sessions со сборником лоу-фай треков, которые можно свободно использовать для создания своего контента. Видеоряд первой подборки состоял из трех анимированных сцен с Вай. В этот же раз Riot пошли значительно дальше и показали длительную прогулку молодой Дианы, представив множество красивых пейзажей в разное время суток. Лоу-полиграфика под лоу-фай музыку. Идеально. А сегодня рубрику «Удивительные коллабы Riot» открывает отечественная разработка. Российский бренд лапши быстрого приготовления Rollton в своем паблике опубликовал изображение с упаковкой в виде хэкстекового сундука. Правда, на самом деле это лишь шутка, но возможно именно она стала причиной нового рекорда русского сервера, ведь Riot сообщили, что в ноябре был зафиксирован новый максимум месячной аудитории Лиги Легенд за всю историю региона. Из СНГ отправляемся в Китай, где анонсировали новую модель телефона OPPO в дизайне Wild Rift. Помимо особого корпуса и внутренней темы с уникальными иконками, расширенный комплект может похвастаться наличием ожерелья с патроном, брелка в виде пора джинкс, тематическим чехлом и наклейками, а также стильным кейсом в виде ракеты. В Wild Rift вышло крупное обновление 2.6, в котором добавили новые предметы и двух чемпионов – Кейл и Моргану. Вместе с ними в Диком Ущелье уже насчитывается 79 чемпионов, что позволило расширить число банов до 10 позиций, как и в ПК Лиге. Еще одно интересное событие в мире Wild Rift коснулось мобильного состава UOL. В рамках коллаборации с Самсунгом им устроили три испытания. Ребятам, включая зачка и шорти, пришлось играть во время езды на картинге, на воде, облачившись в акваланге и под градом пейнтбольных пуль. Вот это по-настоящему экстремальный гейминг. А вы бы хотели попробовать себя в каком-нибудь из этих испытаний? Фонд социального обеспечения пожилых людей на Тайване провел мероприятие для игроков в возрасте старше 60 лет. Всего записалось 30 участников, и многие из них начинали с нулем знаний о Лиге Легенд. В течение месяца они проходили обучение, а в конце все завершилось соревнованием трех команд. Ссылку на запись турнира можете найти в описании под видео. Самым жестким игроком там, конечно, был дедуля Назерати, и это неспроста, ведь у него ранг голды. А ты взял ранг голды в этом году? Шаркс стал главным тренером североамериканской команды FlyQuest. Это очень почетная должность в одной из крупнейших лиг, так что поздравляем Леху. Что примечательно, в составе на позиции саппорта будет Афраму, старейший из действующих киберспортсменов. Его карьера началась в далеком 2011 году. Свой состав анонсировали и Unicorns of Love. На топе будет Нанхоли, в лесу немецкий игрок Дон Артс, выигравший Йоу Мастерс в 2019 году, на Меду Флате, а на Боте Шиганари и Лексус. Анонс прилетел и со стороны Blackstar Gaming. Ростер претерпел минимальные изменения. Поменялся лишь саппорт. Разбавить молодняк был призван Жесткий Макс. Во втором немецком дивизионе в составе Future Perfect будут играть два СНГ игрока. Стример Медведь на позиции Лесника и БМЖ, он же босой бомж, на Меду. Судя по недавним постам, Mighty Dragon и Xonix отправляются в Италию или Испанию. Согласно слухам, которые собрал Старки, бывших Йоул разбросало по трем командам. Босс Номенс и Савиор могут оказаться в Маусхе Спортс. Гаджет же перейдет в СК Прайм, а Нанасик и Сантос все еще метят во второй испанский дивизион. Мне кажется, что вы готовы. Готовы к тому, чтобы посмотреть прикольные видосики. Блатная фразочка «Жадность Фрая разгубила» идеально ложится на ситуацию с этим Йоны. Акшан — очень неприятный соперник. И вдвойне неприятный, когда имеет возможность вытворять нелегальные трюки в режиме книга ультимейтов. А если вы словили вьетнамский флешбек от Увиденного, то предлагаю насладиться этим возмездием в исполнении Алистара. Мы много раз видели, как Акали становилась жертвой телепортов. Но в этот раз телепорт стал для нее спасением. В прошлом выпуске вам очень понравились уловки Леблан. Что ж, держите еще одну порцию. Леблан. Ну и, наконец-то, розыгрыш. В этот раз можно побороться за образ барда-чайника. Правила очень простые. Напишите комментарий к любой из новостей выпуска, подпишитесь на канал и укажите свой игровой ник для обратной связи. А после рандом выберет несколько победителей. 10 образов мы разыграем среди подписчиков и еще 5 среди наших спонсоров. Такие дела. Спасибо за просмотр. Делись выпуском с друзьями и не забывайте про ссылки в описании. Ну и про мой день рождения 15 декабря тоже не забывайте. Хорошего дня и до скорых встреч. Пока!